Проблемы с колесом могли стать причиной смертельного ДТП, так считает Сергей Самарец, который оказался в том самом автобусе вместе с семьей. По словам мужчины, неисправность возникла, когда забирали последних туристов. Водитель несколько минут что-то чинил, а затем все же принял решение ехать. В основном все пассажиры спали. И когда я услышал какой-то сильный удар, я открыл глаза, я уже видел, что автобус улетает на разделительную полосу или столб. Мы пробили разделительное ограждение, перевалились через столб, и автобус заводился на правую сторону. Зрещали не из бронированных, конечно. Кто мог в состоянии выйти, вышли из автобуса, я помог своей семье, вернулся автобус и вытащил девочку. Она уже погибла. Дальше мы начали переворачивать автобус. В принципе, полиция и медики приехали очень быстро. Официальная версия – водитель не справился с управлением. Известно, что среди пассажиров были две жительницы Красного Яра. Об этом в Твиттере сообщил глава района. По словам Михаила Белоусова, участницами трагедии стали две сестры. Одна из них, к сожалению, не выжила. По предварительным данным, это девушка-подросток, которая в этом году закончила восьмой класс. Вторая пострадавшая сейчас в больнице в тяжелом состоянии. Эту информацию на своей странице в социальной сети опубликовала и мама девушек. По информации Министерства здравоохранения, в страшном ДТП в Турции погибли трое российских туристов. Пострадали 19 человек. Автобус, в котором все они ехали в аэропорт, вылетел на встречную полосу и перевернулся. А минувшей ночью в Самаре встречали самолет, на котором туристы должны были вернуться домой. Тот самый рейс, на который все они не попали из-за автокатастрофы, приземлился на взлетную полосу Курумуча в 2.15. Да, мы перед вылетом, нам позвонили родственники и сказали о том, что по новостям показывают, что пассажиры с нашего рейса разбились в автобусы. И там у всего зала начал звонить телефон. Ну, в общем, печальные новости. Когда узнаешь, что это вот люди должны были рядом с тобой лететь, и они не летят, потому что там есть и погибшие, и дети, и кадры такие страшные с аварией. Страшные эмоции. Очень страшные эмоции. Вы видели, как это вот, испытали, что чувствовали? Испугались за всех. Все хорошо у меня. Только вся семья на ушах стояла. У нас все хорошо. Они думали, что я нахожусь на этом автобусе. Что касается самой аварии, самарцы, вернувшиеся из Анталии, высказали свое мнение о местной специфике вождения. Говорят, сами в качестве пассажиров часто наблюдали явные нарушения ПДД. Турецкие водители очень неосторожны, очень неаккуратны, гоняют, нарушают все правила. И, конечно, турецким властям нужно применить побольше к ним жестокости, так скажем. Выезжают и на встречную полосу, и засыпают за рулем. Ну, вообще, водят отвратительно. В причинах случившегося теперь разберется следствие. Пострадавшим в аварии в Турции жителям Самарского региона окажут необходимую помощь. По информации Министерства здравоохранения Турции, трое пациентов прооперированы, находятся под интенсивным наблюдением. Планируется сегодня к выписке в легком состоянии пациенты, которые находились около 10 человек. В общей сложности после выписки 9 человек. Планируется, что останется пока на лечении в госпиталях Турецкой республики. Мы вместе с губернатором сегодня активно занимаемся вопросами организации медицинской помощи. Михаил Бердович, с первых минут, как только он приземлился на Самарской земле, занялся вопросом оказания помощи пострадавшим. Спасибо. Вот еще одно подтверждение вашего внимания в регионе. И в самые сложные минуты для людей, для нашего региона вы с нами. Дмитрий Азаров подчеркнул, вопросы по доставке на территорию России жителей региона будут решены. Выстроено тесное взаимодействие между всеми министерствами и ведомствами. Анна Ивахина, Леонид Кошман, Алексей Гриднев. Новости губернии.